Непредсказуемые финалы обвинения в фальсификациях. Так можно описать состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в Молдове. В стране прошли не только выборы президента, но и предложенный действующей главой государства Майей Санду референдум о внесении в Конституцию положений о евроинтеграции. Подсчёты держали общество в напряжении до последнего, а результаты подтвердили неоднозначность общественного мнения. «Мне грустно, потому что я совершенно не могу понять, почему так произошло. Ведь все аспекты жизни и перспективы показывают, что мы должны быть в ЕС. Я не понимаю, как большая часть населения не поняла этого, но это прискорбно». «Может быть, всё-таки большинство было «за», но личное моё мнение – я был против. Потому что я считаю, Молдова должна найти какой-то свой собственный путь в политической сфере, в развитии, в своём будущем, построении этого будущего. А Евросоюз – это что-то другое, и это не наше». Главным конкурентом действующего президента Майей Санду стал кандидат от считающейся пророссийской социалистической партии Александр Стояногла. Обеду Санду уже в первом туре пророчили из-за многочисленности оппозиционных кандидатов. Их было 10. Однако отрыв Стояногла в ходе всего периода подсчёта был совсем небольшим, а по итогам Санду и Стояногла набрали около 42,26% голосов соответственно. Для победы в первом туре необходимо было набрать свыше 50% голосов. «Мы не совсем довольны президентом, потому что она должна делать немного больше, она должна повернуться лицом к народу. Из всех предложенных кандидатов я выбрала одного». Главной интригой выборов было голосование по вопросу потенциальной евроинтеграции. Ещё ночью в день голосования после подсчёта 76% бюллетеней сторонники евроинтеграции набирали на 10% меньше, чем её противники. Однако в итоге ситуация пришла к практически полному паритету. 50,4% за вступление Молдовы в ЕС и 49,6% против. В ходе подсчёта голосов Майя Санду заявила о беспрецедентной атаке на свободу и демократию в стране. «Преступные группы, работающие вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, вложив десятки миллионов евро, используя ложь и пропаганду, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределённости и нестабильности». У нас есть чёткие доказательства того, что эти преступные группы стремились купить 300 тысяч голосов. Мошенничество беспрецедентного масштаба. Перевес голосов как за Санду, так и за евроинтеграцию в значительной мере обеспечила молдовская диаспора, голосующая за рубежом. Теперь страну ожидает второй тур президентских выборов, а вопрос европейского пути Молдовы разделил общество на две практически равные части. Подробнее об итогах голосования в Молдове поговорим с нашим СОПКОРом в Кишинёве Анной Глушковой. Её видите сейчас на своих экранах. Анна, здравствуй. Добрый вечер. Анна, президент Санду, разочарованная явно таким результатом, заявила, что некие преступные группировки, которые работают с иностранными силами, враждебными национальным интересам Молдовы, собирались купить 300 тысяч голосов на выборах. Это заявление мы слышали тоже в нашем репортаже. В масштабах Молдовы в 300 тысяч купольных голосов верится с трудом. Не говорит ли это о том, что Санду в сложившейся ситуации теряет самообладание? Что думают об этом в Кишинёве? Говоря о преступных группировках, Моя Санду имела в виду группировку беглого олигарха Илона Шора, который, напомню, скрывается от молдавского правосудия в Москве и тесно связан с Кремлём. И слова её в первую очередь касаются референдума, и подкреплены они результатами расследования правоохранителей, согласно которому по меньшей мере 130 тысяч человек получили выплаты из Российской Федерации в приложениях Промсвязьбанка. И в общей сложности на это было потрачено порядка 15 миллионов долларов только в сентябре. Но что касается самих результатов выборов, Санду вполне ими довольна, тем более, что ей удалось набрать на 8% больше, чем в первом туре на выборах в 2020 году. Анна, Стояногло был на выборах своего рода аутсайдером. И вдруг такой результат почти 30%. Как местные эксперты и наблюдатели объясняют такой неожиданно для него хороший результат? Действительно, ему прочили около 9-10%. Но, как я уже говорила, согласно материалам следствия, тем людям, которые якобы получили выплаты, было велено голосовать против на референдуме и якобы за Стояногло. Второй момент, это что партии социалистов, которая поддержала экс-прокурора, все-таки удалось передать свой рейтинг этому кандидату. И последний момент, конечно, то, что Стояногло, возможно, посчитали таким альтернативным кандидатом те, кто не хотел голосовать за Санду, недоволен работой ее команды и вообще внешнеполитическим вектором. Ну, а результаты по референдуму о присоединении к ЕС явно говорят о том, что молдавское общество расколото практически на две равные части. Чего в таком случае ожидать от Молдавии на пути к евроинтеграции? Ну, здесь я хочу отметить тот факт, что в истории Европейского Союза есть страны, которые вступили в сообщество с результатами на референдуме в 52-53%. Европейские страны. Ну, а для Молдовы, страны постсоветского пространства, которая по-прежнему находится под большим влиянием Кремля, Российской Федерации, это хоть и маленькая в полпроцента, но победа, потому что стремление вступления в Европейский Союз будет все-таки подкреплено Конституцией. Ну, а на скорость процесса евроинтеграции, по мнению экспертов, как и зарубежных, так и местных, это вряд ли повлияет. Все будет зависеть, конечно, от того, кто окажется в кресле президента на ближайшие четыре года, каким будет следующий парламент, который Молдова нам предстоит переизбирать уже через год, и, конечно же, от того, как Молдова будет осуществлять взятые на себя обязательства, то есть внедрять реформу. Анна, большое спасибо. Напомню, что на связи из Кишинева была субкорда очевидия в Молдове Анна Глушко. Голосов за и против евроинтеграции Молдовы практически поровну, с разницей лишь меньше, чем в полпроцента в пользу присоединения республики к ЕС. Санду, действующий прозападный и проевропейский президент и референдум по ЕС, был ее флагманским политическим проектом, но общество явно разделилось. В самой бедной стране Европы, которая после начала войны в Украине была в срочном порядке приглашена на кандидаты на вступление в ЕС в июне 22-го, даже уже проводили показательный саммит Евросоюза. Однако половина молдаван высказалась против евроинтеграции. Власти уверены, что это стало результатом действий пророссийских сил. Наблюдатели от ОБСЕ тоже в своем докладе упомянули и иностранное вмешательство, и дезинформацию, а также злоупотребление административным ресурсом в ходе предвыборной кампании. Что еще говорят в Европе о голосовании в Молдове? Победили с прозрачным перевесом. Так западные СМИ отреагировали на новость о победе проевропейских сил на референдуме в Молдове, на котором результат определили сотые процентов. Опрошенные ДВ-эксперты считают, результат референдума нельзя рассматривать как успех проевропейских сил. Также нельзя говорить, что они представляют весь народ Молдовы. Момент истины ждет страну во втором туре президентских выборов 3 ноября. Майя Санду хоть и набрала 42%, но ожидается, что ее соперник Александра Стояногла, набравший 26%, аккумулирует пророссийские голоса. Поэтому исход второго тура вовсе нельзя считать предрешенным. Многие западные наблюдатели считают победу Санду во втором туре решенным делом. Я бы не была столь уверенной. У нее почти нет соперников из проевропейского лагеря. Это в основном пророссийские кандидаты, которые выступают против евроинтеграции. Их сторонники будут голосовать за Стояногла. Так что 3 ноября все будет на волоске. Вероятно, во втором туре решится и будущее евроинтеграции, говорят эксперты. Победитель поведет страну либо в сторону Европы, либо в сторону России. Политологи также отмечают, результаты референдума демонстрируют глубочайший раскол общества в Молдове. В последние годы правительство не смогло достучаться до меньшинств в стране, до более бедных слоев сельского населения. Они воспринимают вступление в ЕС как некий элитный проект. Результаты референдума свидетельствуют, что страна разделена. Правительство должно начать объединять ее. Молдова – страна с очень непростой историей. Конфликты с Приднестровьем, населенным преимущественно русскими, где до сих пор находятся российские военные. Конфликты с гагаузским населением, которое зачастую поддерживает Россию. В политическом плане это очень сложный регион. Эти выборы также показали, насколько агрессивно Россия проводит кампании по дезинформации в Молдове, которые, вероятно, только усилятся ко второму туру, отмечают эксперты. Россия и пророссийские силы попытались дестабилизировать ситуацию в стране. Десятки тысяч избирателей могли быть подкуплены. Санду заявляет, что цель была купить 300 тысяч голосов. Для страны с населением около двух с половиной миллионов человек – это огромная проблема. Россия, безусловно, имеет большой интерес к Молдове и пытается дестабилизировать ситуацию. Было очевидно, что Москва попытается повлиять на политические процессы в стране. Насколько мы можем судить, есть массированное влияние через социальные сети и СМИ, хоть президент и правящая партия пытались защищаться. Официально ЕС обвинил Россию в беспрецедентном вмешательстве в президентские выборы в Молдове. Избиратели подвергались массированной пропаганде со стороны России и российских прокси, заявил пресс-секретарь представителей ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стана. Эксперты отмечают, эти выборы показали, что путь в Европу для Молдовы будет в любом случае непростым и небыстрым. Продолжение следует...